Т-72УА, Т-72УА, экспортный вариант модернизации советского основного боевого танка Т-72, страны-эксплуатанты, Эфиопия, Украина, первый образец, получивший наименование Т-72Е1, прошел модернизацию в Харькове, на ГП Харьковский бронетанковый ремонтный завод, однако в дальнейшем переоборудование осуществлял Киевский бронетанковый завод. 9 мая 2011 года танк Т-72Е1 был представлен на параде в Харькове, посвященном 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. В начале июня 2011 года ГК «Укрспецэкспорт» был заключен контракт на поставку 200 танков для вооруженных сил Эфиопии. Стоимость контракта составила свыше 100 миллионов долларов США. В течение 2011 года Эфиопии были поставлены первые 72 танка, в 2012 году – еще 99 танков, в период с начала января до ноября 2013 года – еще 16 танков, оставшиеся танки были поставлены до конца 2013 года. В 2012 году танк был предложен для вооруженных сил Казахстана, в мае 2012 года один Т-72УА был представлен на выставке «Кадекс-2012». На начало апреля 2014 года стоимость одного произведенного на экспорт Т-72Б, переоборудованного до уровня Т-72УА1 составляла около 200-250 тысяч долларов США, примерно столько же, сколько стоимость одного танка Т-64Б, модернизированного до уровня Т-64БВ-1. 6 декабря 2014 года вооруженным силам Украины передали партию техники, в составе которой были танки Т-72УА1. В начале июля 2015 года стало известно о наличии на одном из предприятий ГАК «Украборанпром» еще двух Т-72УА1, которые были предложены Министерству обороны Украины, но не были переданы украинской армии. Сообщается, что эти танки не были переданы по причине несоответствия тактико-технической характеристик модернизированных Т-72УА требованием к бронетанковой технике Вооруженных сил Украины. Описание Т-72УА представляет собой модернизированный вариант танка Т-72Б советского производства, оснащенный другим двигателем и динамической защитой. На башне устанавливается динамическая защита нож, на корпусе танка сохранена динамическая защита типа «Контакт-1». Помимо двигателя 5 ТВМА, в моторно-трансмиссионное отделение танка установлена вспомогательная силовая установка ГА-10-2. Модернизация позволила оптимизировать танк условиями эксплуатации в странах с жарким климатом, при температуре окружающего воздуха свыше плюс 50 градусов Цельсия. В состав штатного прицельного комплекса 1А-41 введен дополнительный прицел прибор наведения серии 1К-13-49, обеспечивающий возможность применения вводимых в состав боекомплекта украинских танковых управляемых ракет комплекса «Комбат». Продолжение следует...